Вот вмятинка почти вышла, просто меня сейчас ждут, уже надо выходить. Продолжаем работу. Вот наша крыша, осталось все доделать, вот эту часть, четвертинку, здесь еще вмятинок хватит. Кое-где уже я опять же повторюсь, я работаю как бы сначала в свободном доступе, а потом то, что остается. Конечно, как вы сами понимаете, вот эти вот вмятинки, они истинно под усилителем, чтобы было поинтереснее работать. Ну ничего, до них тоже доберемся, вот же рядом все чистенько. Вот, так и там все будет чистенько. Единственное, что сейчас в гараже как бы прохладновато. Я, вон он, у меня фен есть, феном грею чуть-чуть, чтобы чуть помягче был. Грею где-то порядка градусов рукой, чтобы держать можно было, я не знаю сколько это. Градусов, наверное, 5-60. Я думаю, больше 60 рука будет такивать и обжигаться, мне так кажется. Вот, продолжаем работу. Пока что топлюсь, слышно. Вот, двигатели крутают на печке. Сейчас включу свет здесь. Затемнение работает. Вот они, движки. Жужжат, шуршат. Вот, гоняет воздух. И отсюда уже более-менее тепленький выходит. Ну, сами понимаете, пока это все натопится, это красота. Пока натопит гараж, проходит где-то порядка минуток. Вот. Ну, сейчас вторую стопку за ним будет повеселее. Ну, и вот он наш капот. Тут кое-где даже вот, мы видим, и краска полопалась. Вот. Поэтому тут вот эту вмятину надо будет аккуратно. Опять же, на капоте, вот как мы видим, множество сколов. Вот, уже до металла. Поэтому, ну, машинка пробежная. Вот так хорошо походила. Мы видим массу сколов здесь. Ну, как бы сейчас. Идет о другом. О крыше. Шишка интересная. Вот. Кто-то ведь чем-то тут шандарахнул. Казаться, но это было. Я у хозяина сразу спросил. Вид такой. Он говорит, ну, там что-то кто-то делал. Вот. Я этот шишкарик осаживал, потихоньку осаживал. Ну, он следничает, не хочет осаживаться особо. Ничего. Потом у него хоть дойдет. Ладно. Все там пробивается. Все входит в режим. Занимаемся ямками. Вот они две в открытом доступе у нас. И мы сейчас будем их выпрямлять. Вот он очередной этап работы. И как видим, вот только под усилителем то, что вот здесь осталось. И точно так же вот здесь. Здесь все чисто до рединки. А вот здесь пошли эти у нас вмятины. Можно сказать, что все идет нормально. Вот под усилителем. И вот в этой части, там где зеркало, где находятся вот эти приборы, всякие там датчики, дождя и прочее. Вот в этом зоне, как бы на срединке лобового стекла, у нас есть вот такие вот там под усилителем. Ну что, будем их делать. Такая, как бы, корошка идет под усилителем. Остальное все, как мы видим, чисто. Вот первый раз, кстати, делали такую крышу, которая не ровная там, а вот здесь одна полоса, там вторая, она как бы из трех частей. Ну что, делается. Сейчас займемся вот этими вмятинами. Ну вот, мы видим. Поменьше. Ну вот, мы видим. Ну вот, мы видим. Поменьше вмятин стало. Но еще и не есть. Хотя уже вот здесь нету, здесь нету. Вот здесь нету. Вот здесь такой рубец противный. Мой палец. Не хочет он разворачиваться. Это острое дно во вмятине. Я его туда, оно сюда не хочет. Вот. Ну, что делать. Смотрим, будем выдавливать или выкатывать. Что делать. Коньку надо привести в порядок. Ну, опять же, продолжаем. Работа клеем. Клеем, пробойником. Вот очередная порция. У нас вот здесь по краю стекла. Тут была куча всякого хрома. Вот еще неровности как бы видны. Вот здесь недолонные по кромке усилителя и под усилителем. Еще тут неспокойно. Все надо дорабатывать. Ну, а там все только начинается. Тоже острые вмятины. Вот еще. В общем, тут есть над чем поработать и повозиться. Ну, как бы, дело идет к финишу. Здесь на финишу должны быть какие-то сюрпризы. Где-то с кем-то придется понячиться подольше. Это бывает. Ну, а вот уже как в отраженке мы видим. Вот как-то так получается. Очередной этап. Вот, теперь у нас на средине куча. В этом месте у нас подвесочка есть такая. Всякие очечницы и прочее помещаются. Сейчас сниму ее. Естественно, тут сюрпризы нас ожидают. Сейчас включу подсветку и сниму это место. Вот она, вот эта красота. И вот он еще тут блочок. Видимо, вот он, я показываю. Вот под ними куча вмятинок. И причем не под самими элементами, а именно в тех местах, где они приклеены на мастике. Вот. Если бы не было этой консольки, уже и не было бы этих вмятин. Ну, придется подрезать немножко. Подрезать и туда залазить. Ну, вот мы видим отметки. Вот. После работы. Ладно, продолжаем. Делать-то надо. Стирая ни на что. Вот. Чтобы вот это вот с этим побороться, придется опять же подрезать. Чуть. Вот мы видим. Это как раз и вот амятина. Вот. И вот это. Это под центральной консолью. Красота эта. Не хочет выходить. Придется ее подрезать. Эту люстру и делать. А то крючочком там не подлезть. Вот такие вот дела. Вот они, заломы. Видны, да? И все вот это было под приклеенным на крыше вот этим блоком. Made in Mexico какая-то. Господи, что ж ты не снимаешь? Вот. Вот. И вот все было под этим блочком. Он почему-то стоит на крыше. К нему ничего не подходит. Скорее всего, я думаю. Значок. Wi-Fi, Bluetooth, еще какая-то хрень. Ну, короче, вот теперь. Вот это место. Открыто в прямом доступе. Что не может задавать. Ну, еще остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Особенно вот это место. Очень противное. Как раз это место у нас под одной из опор. Ну, что ли? Будем трудиться. Все когда-то подходит к финишу. Вот еще тут чуть-чуть надо приподнимать по капельке. И вот эту вот бяку надо доделать. А так уже, в принципе, все подвыровняло. Даже вот этот шишмарь был такой острый, чем-то пробитый изнутри. Я в предыдущем как-то варианте снимал. Он уже подусажен. Ладно, доделываем. Вот в таком виде машинка получается. Кое-где, конечно, есть тут недоты. Вот. Вопросов нету. Тем более, что я своей работой доволен не бываю. Но вот остальное мы не делаем. Мы сделали только крышу. Вот тоже вот он весь посандоленный. Ну, я так понял, что это машина жены. А пешком ходить вроде как не хочет. Или что-то в этом роде. Вот крышу мы типа ага. А остальное потом. Может быть. Ну, в общем, такие дела. Постарался как мог сделать. Вот, извините. На что времени хватило, то и сделал. Не, ну крышу как бы я закончил. Понятно, есть тут нюансы. Такой-где потянутый сильно металл. Есть там крышки. Ну и без этого, как говорится, не бывает. А в общем, если посмотреть вот так. Или посмотреть вот так. Видно, что тут поработало. И поработало, снимало и неплохо. Ладно, не буду себя хвалить. Вот, в принципе, с крышей все. Остались тут еще и на боковик. Вот они, вмятинки. Вот. И на крылышке вот на заднем. И вот. Вот. Ну, как говорится, вот. Есть над чем еще поработать. Вот. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Ну и пошло. Девять, десять. Кто до скольки считать умеет. Ну, как говорится, на этом пока, пока пауза будет. На этом автомобиле. Вот. Интересная крыша. На ней вот такие вот рубежи. Один и второй. Ну, вот. Вроде как и финиш. Всё. Всем спасибо. За внимание. За просмотры. Всё. Пока-пока. Всё. Пожалуйста. Вот так вот. Машинка. Глядеть внутри. Багажник огромный. Вот тут. Кого хочешь, ложи. Вот. Ну, я, собственно, не из-за этого. А, наверное, вот тут переделана Toyota. Ну, это уже сами делают. Всё родное. Тойота, вон, светится. Прикольно. Ну, и тут. Вот это, я так понимаю. Там барприз. Здесь. Тормоз. Опа. Всё. Машина завела, говорит хозяин. И вот. Тут на руле куча кнопок. О. Взвела, завелась сама. Бензин. Никто её не трогал. А вот она, тяпочка. Маленькая. Стормом. 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 Вот. Задний ход. Прикольно, да? Вот такая вот интересная машина. Тут на зеркале куча кнопок каких-то. И разный ворот. Ух ты. Да. Открывать, закрывать. Так что. Много тут интересного. И вот такая тяпочка. Малюсенькая вот. Либо вперёд, либо назад. Как на троллейбусе. Вот. Всё. Тушим машинку. В общем прикольно. Вот здесь тоже куда руку положить. Прям сидишь как на диване. Вот так вот. Такой автомобиль интересный у меня побывал. Но ещё я думаю я его буду доделать чуть позже. Так. 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 То, так бы точно throttle. Тяп occur. Прям. Прям? Так. Так.